Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами я, адвокат Алексей Цветков и телевизионный проект «Правовая среда». В последние несколько лет много банков лишились лицензии, что в свою очередь вызвало проблемы, в том числе и правового характера у клиентов кредитных организаций. Неоднократно и на телевидении, и в газетах обсуждался вопрос и давались подробные инструкции для вкладчиков банков, лишившихся лицензии, но бывает и так, что у заемщиков банки лишают лицензии. Тема сегодня «Что делать заемщику, если у банка отозвали лицензию?» Сразу обращаю ваше внимание на то, что отзыв лицензии у банка никак не влияет на ваши обязательства по кредитному договору. Потеря лицензии не дает банку право требовать досрочного возврата всего кредита. Кредитный договор будет продолжать действовать на прежних условиях. Ну, а это означает, что вам нужно будет продолжать гасить свой кредит четко по графику платежей. Однако некоторые нюансы все-таки есть. Первое – это как и кем осуществляется прием платежей по кредиту. При отзыве лицензии банку назначают временную администрацию и начинают процедуру ликвидации или банкротства. За эту процедуру отвечает государственная корпорация, агентство по страхованию вкладов. В большинстве случаев отзыв лицензии приводит к закрытию региональных офисов. То есть, возможности вносить платежи по кредиту наличными в кассу банка, скорее всего, уже не будет. До признания банка банкротом оплата кредитов идет по-прежнему в пользу банка, но реквизиты могут измениться. После признания банка банкротом реквизиты могут быть изменены во второй раз. По закону с этого момента все кредитные платежи идут в пользу конкурсного управляющего банка – агентства по страхованию вкладов. На сайте этого агентства и надо искать новые реквизиты для оплаты кредитов. Многие заемщики ждут официального письма от банка о смене реквизитов и не хотят платить кредит до его получения. Нужно помнить, что такие письма рассылают обычно уже после признания банка банкротом, то есть пройдет минимум 2-3 месяца. А некоторые заемщики также ждут передачи кредитов другому банку, но до этого момента может пройти еще больше времени – год, а то и два, и все это время от вас не будет оплаты по кредиту. Чем это чревато? Ну, во-первых, начислением пени за просрочку, а значит, в итоге вы будете платить дополнительные деньги банку, а во-вторых, требования о досрочном возврате всей суммы кредита, не только просроченных платежей, а вообще всего кредита с причитающими процентами и штрафами за просрочку. Если вы не вернете деньги, конкурсный управляющий банк будет обращаться в суд с иском. Для вас это означает проблемы с судебными приставами, удержание заработной платы, арест имущества, запрет выезда и тому подобное. Ну, а также подпорченная кредитная история. Поэтому оплату кредита лучше не прекращать. Не нужно ждать передачи кредита другому банку и письма о смене реквизитов. Берите актуальные реквизиты для оплаты кредитов с сайта Агентства по страхованию вкладов и платите по ним. Обязательно сохраняйте все платежки на случай возможных вопросов. Второй момент, на который необходимо обратить внимание – это на комиссию за оплату кредита. Заемщики банка с отозванной лицензией также столкнутся с тем, что теперь им придется оплачивать кредит через сторонние банки с комиссией. С одной стороны, эти банки могут брать с вас комиссию за перевод, поскольку оказывают вам самостоятельную банковскую услугу. С другой стороны, согласно статье 5 Федерального закона о потребительском кредите, ваш банкротящийся банк нарушает требования закона, так как не предоставляет вам информации о возможности исполнения денежного обязательства без комиссии. Если отслеживать этот вопрос через сайт Агентства по страхованию вкладов, действительно информация постепенно добавляется по каждому банку банкроту. Указываются разные способы оплаты кредитов без комиссии, но проблема в том, что это происходит не сразу после отзыва лицензии. То есть, пока Агентство по страхованию вкладов договорится о бесплатном приеме платежей, пройдет какое-то время, а вы неизбежно заплатите сколько-то платежей с комиссией. Если на протяжении длительного времени вопрос о оплате кредита без комиссии не решился, подготовьте соответствующее обращение через официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. Третье, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это долги по кредиту. При наличии просрочки по кредиту банк даже после отзыва лицензии сможет потребовать от вас досрочного погашения всего кредита с процентами и взыскать задолженность по кредиту через суд. С иском о взыскании долга по кредиту будет обращаться конкурсный управляющий банка. И последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это переуступка долга по кредиту. Обратите внимание, что при ликвидации или банкротстве банка все его права требования по кредитам могут быть переуступлены в пользу третьих лиц. Это касается не только должников по кредиту, но и добросовестных заемщиков. В данном случае переуступка прав требования по кредиту является вынужденной мерой, так как банк прекращает свое существование. До этого момента ему нужно рассчитаться по всем своим долгам, а сделать это можно в том числе и путем продажи имеющихся прав требования по кредитам. Переуступка происходит по результатам открытых торгов, которые назначает и проводит конкурсный управляющий банка. И в законе нет обязательного требования о том, чтобы все долги по кредитам продавались только банкам. Поэтому есть вероятность, что право требования по вашему кредиту могут быть проданы не банковской организации. От одного из телезрителей поступил вопрос, касающийся трудовых взаимоотношений между работником и работодателем. В начале года я устроился на работу в строительную бригаду и, проработав несколько месяцев, вынужден был уйти, так как заработная плата не устраивала. За последний месяц работодателям мне не было выплачена заработная плата, но в то же время я не знаю, куда обратиться, так как официально трудовой договор мы не заключали. Отвечаем на ваш вопрос. Хотелось бы отметить, что отсутствие трудового договора еще не означает отсутствие правоотношений как таковых. Вам в любом случае необходимо обратиться с заявлением в трудовую инспекцию, в котором подробно изложить обстоятельства вашего трудоустройства и работы. В случае, если факт вашего трудоустройства сможет подтвердить кто-то из работников строительной бригады, обязательно укажите его данные. По обращению будет проведена проверка с результатами, которые вас ознакомят. В случае, если будут установлены факты нарушения трудового законодательства, работодатель понесет ответственность, а ваши права будут восстановлены. Подводя итог темы нашей сегодняшней передачи, полагаю, что для того, чтобы избежать возможные проблемы, вам необходимо постараться по возможности досрочно погасить кредит. Как говорил Бенджамин Франклина, кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. С вами был адвокат Алексей Цветков. Берегите себя и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»